приветствую на канале а смотри плей мы продолжаем играть в мафию продолжим сделка века подождите нас здесь мы вернемся очень скоро когда мы выйдем следуйте за нами потом мы заглянем на склад ясный босс ясно понятно найдите белый заключите сделку аптечка к аптечка у него есть господи будешь садиться или нет а и 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 давай выходи если что будем убегать здорово бил рад видеть тебя снова здоров более это мои партнеры и добрые друзья им понравилась идея сотрудничать и они тоже любят первосортные виски твой товар что надо я уверен ясное дело а главное дону сальери тоже все это нравится и теперь он финансирует наши сделки вот первый взнос за товар мое почтение мистеру сальери всегда рад иметь дело с такими как он и правильно ты неплохо поднимешься на этом если это маленькая партия окупить себя в следующий раз закажем намного больше прыгнись что происходит за хрень черт где ты прячешься давай перезаряжай сейчас расстреляем сначала эти патроны давай на где еще пипец ну давай еще раз блин это опять подниматься надо папа ну наконец-то вот Субтитры сделал DimaTorzok Так, надо поставить так, чтобы оно все взорвалось к чертям Когда будет все расстреливаться Вроде неплохо поставил Субтитры сделал DimaTorzok Так А вон они еще Буду-буду Ну ее мать Сейчас, минутку Нормально Нормально Так Запустите меня Покажись Где еще? Где еще? Покажись Покажись Так Пока неплохо Ты меня окончательно разозлил Ой-ой-ой-ой-ой так ладно раз мы возьмем патронов а чем меня подорвало там гранатой какой-то блин все так только блин мне нужно еще кое-что сделать за хрена все ну давай уж до конца сейчас мне нужно еще кое-что сделать теперь понятно вас не надо доставать откуда поехали поехали сюда-сюда музыка выходим пойдем давай я тебя достал и блин рано перезарядился что-то пиканул так так давай так попал смотри-ка ладно хватит где-то так да чё там взрывается там твою мать все посюда не идем больше пошли посюда поднимемся быстрее будет охренеть вот быстрее было чё 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 что ты туда-сюда бегаешь я убью тебя сути где он а 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 и а и 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 вся драка сейчас сюда спустимся блин блин вот а кто-то стреляет и проклятая крыса так пока вроде все неплохо а сейчас плоховатенько ждем когда взорвутся не спеши кто-то 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 еще где-то ох охренеть охренеть тихо тихо и его в это подожди умрешь совершенно по-другому неси подправим теперь он больше не нужен даже не заметил я кажется кое-что что это за чертовщина путь кто они такие ладно ладно мы не можем сидеть здесь и ждать пока лежит еще больше давайте найдем грузовик и уберемся отсюда к чертовой матери дом ты ведешь я поеду сзади на другой машине найдем грузовик давайте найдем грузовик сейчас посмотрим где это у нас грузовик найдите билла заключите сделку пока грузовичка никакого не вижу чтобы могло бы нам послужить грузовиком найдите билла заключите сделку так билла мы нашли сделки не получилось ищем грузовичок наверху его быть не может здесь я его не вижу на улице наверно грузовичок у меня еще много работы не пускают сейчас не могу бросает а мы не можем уйти без грузовика да я сам согласен что мы не можем не пили за грузовик только где он собирайся в машину нечего здесь это точно не грузовик то куда ты пошел нам нужен грузовик знаю что нужен где этот грузовик вот одни легковые машины не понимаю что ты считаешь грузовиком а и Продолжение следует... Вот он, грузы, блин! Вот же он! Не похож, да? Маленький такой пикапик. Едем, едем потихонечку. Нужен грузовик? Нужен, бери! Нужен грузовик. Так, надо на мост. Так, надо на мост. Так, надо на мост. Нужен грузовик. Нужен грузовик. Нужен грузовик. до конца до того так успел угол могли бы избить поворот нормально там повернем все шевелись придурок гони догоню я гоню тебя не пристрелил на ходишь тут похоже морелла опять оказался в курсе дела полоса невезения никак не кончится парни вы не поверите но все обстоит ровно наоборот на этот раз единственный кому действительно не повезло был морелла что я выяснил кто такой на самом деле наш мистер гейтс и гейтс никогда не был в кентукки он был мелким воришкой который украл товару морелла и хотел продать его нам морелла и не подозревает что чуть не сорвал нам сделку он считает что мы сперли грузовик самого дорогого его виски и ржу пари этот ублюдок восторге невероятно что же ведь неплохо получилось давайте за это выпьем за новые успехи парни салют салют 1938 год чё написано хрен пойми в 33 отменили сухой закон небось вы не очень-то рады были а золотые деньки закончились ну наши были не в восторге но особо никто не переживал в конце концов я женился на саре и у нас родилась дочь это было хорошее время бизнес впрочем не заглох во время сухого закона у нас была куча зелени и мы вложили ее в новые проекты многие из них были легальными у нас были обычные конторы строительные транспортные рестораны мы заправляли профсоюзами и конечно оставались азартные игры букмекеры лотереи на самом деле все было очень неплохо только пытались держаться подальше от наркоты хотя это и не всегда было легко да ну бизнес есть бизнес так вот тут ты не прав коза ностра это тебе не ирландцы с узкоглазыми с наркотиками приходят большие деньги и гораздо большие проблемы если у кого-то были проблемы с копами из-за наркоты он обычно поступал мудро признавался попади он в руки своей семьи ему каюк наркотики табу так у вас стоящие были специальные парни чтобы судить да вроде того ведущие семьи выбирали босса из боссов этот человек улаживал большие проблемы и устанавливал правила игры значит преступники и нарушители закона располагали собственным судом с ума сойти можно законы не неизменны золотые слова каждая страна в мире имеет свои просто тот у кого есть власть навязывает всем свою волю от человека зависит служить ли хозяину слепо или проводить собственную политику почему дон должен был подчиняться мафия торжествовала над сухим законом со своими законами кучка бедных необразованных сицилийских иммигрантов была сильнее чем все законы суды и полиция здесь в штатах конечно это требовало действий каких убийств страданий которых причиняли людям да ладно думаешь мафия просто так убивает невинных людей мафия наказывает тех кто нарушил законы в том числе и многие ваши законы конечно мы не можем никого оштрафовать посадить в тюрьму каждый кто приходит работать на нас знает что его ожидает если он нарушит правила люди лгут воруют и для многих преступников любимое развлечение спереть что-нибудь у братвы точно так же как для мафиози развлечения надувать государство а как насчет вымогательства грабежей налетов а эй ну так и копы не святые ни один дом не похвалит своих бойцов за то что они обижают простых людей кроме того мы не вмешиваемся в частные дела а что до вымогательства то большинство людей сами приходят к дону за помощью и советом и с радостью платят за них дон уважаемый человек но не каждый дон такой как сальери что да туда но вот видишь ваша система работает но знаешь почему потому что вы банда эгоистичных убийц и заботитесь только о собственной выгоде вы живете чтобы радоваться жизни как свинья в дерьме вот почему вы удачливы потому что думаете только о себе а мы думаем обо всех копы должны поддерживать закон и порядок для всех а это куда как тяжелее это правда но дона можешь исключить из списка своих подзащитных он сам о себе позаботиться а как насчет тебя ты ты ради чего здесь сидишь ради чего 1935 год а томми я рад что ты здесь боялся что не застану тебя здрасте босс что случилось есть кое-что чего я ждал всю неделю я собирался поехать на ланч ресторан пепе но мой личный телохранитель заболел здесь никто не может меня отвезти а я предпочитаю не делать таких вещей в одиночку и подвезешь правда конечно босс правда когда поехал я уже здорово проголодался у тебя есть ствол томми а с собой думаете понадобится скорее всего нет но лучше перестраховаться знаешь ведь как бывает возьмем мою машину ну что ж на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте комментарии увидимся следующем видео посмотрим как я дону повезу пока пока и Продолжение следует...